В воскресенье губернатор Вячеслав Федорищев и исполняющий обязанности главы Самары Иван Носков поздравили с профессиональным праздником всех работников сферы дорожного хозяйства. Это праздник всех, кто обслуживает дороги, содержит их в чистоте и порядке, ремонтирует, проектирует и строит. Без качественных и современных дорог не бывает современного и комфортного города. На всех сотрудниках отрасли всегда лежит большая ответственность. Впереди сложный зимний сезон. Вячеслав Федорищев и Иван Носков выразили уверенность, что работники сферы дорожного хозяйства проведут его на достойном уровне. Депутаты городской думы и активные общественники вместе со своими семьями в выходные высадили аллею отцов в парке Победа. Парк украсили 26 саженцев, среди них каштаны и липы. День создания аллеи был выбран не случайно. Праздник отцов отмечают каждое третье воскресенье октября. Юная художница, отдающая жизнь за идеалы революции. Девушка с фабрики, которая мечтает стать большой актрисой и играет Жанну Дарк. Председатель городсполкома, для которой интересы государства выше своих. Все эти образы воплотила на большом экране советская и российская актриса Инна Чурикова. О феномене актрисы, которая по всем параметрам не должна была стать знаменитой, посетителям галереи Заварка рассказала историк кино, главный научный сотрудник музея Эльдара Рязанова Наталья Рябчикова. Крылья Советов сыграли в ничью с Оренбургом в гостях со счетом 2-2. На 11-й минуте забил Иван Сергеев, на 31-й Кирилл Печенин. А на 72-й минуте игрок Оренбурга Джимми Марин успешно реализовал пенальти и на 93-й минуте оформил дубль. Следующий матч Крылья Советов сыграют против Краснодара в Самаре 28 октября в 19.30. В Самарской области включили отопление в 99,92% жилых домов. Об этом сообщили в Министерстве энергетики и ЖКХ. Помимо этого не отапливаются три корпуса техникума кулинарного искусства и литературный мемориальный музей. Причина отсутствия отопления – повреждения на теплосетях. Специалисты работают над устранением проблемы и делают все возможное в ускоренном темпе. Ситуация находится под контролем. Минпросвещение и Рособорнадзор обозначили дни проведения экзаменов в 25-м году. Досрочный период начнется 21 марта с ЕГЭ по географии и литературе, 25 марта по русскому языку, 26 марта по математике базового и профильного уровней, 1 апреля по биологии иностранному языку, письменная часть и физике, 4 апреля по устной части, 8 апреля по информатике и общество знанию, 11 апреля по истории химии. Основная часть сдачи стартует 23 мая с экзаменов по истории, литературе и химии, 27 мая по математике базового и профильного уровней, 30 мая по русскому языку, 2 июня по обществу знанию и физике, 5 июня по биологии, географии и иностранным языкам письменная часть, 10 и 11 июня по устной части информатики. Перездачи состоятся 3 и 4 июля. Каждый ЕГЭ начинается в 10 часов по местному времени. В Телеграме появился новый способ мошенничества – рассылка вирусов под видом фотографий. Об этом предупредили в МВД. Мошенники начали отправлять АПК-файлы, выдавая их за фото с вопросом «Привет, это ты на фото?». В ведомстве отметили, что изображения не могут иметь такой формат. Самарцев призвали ни в коем случае не скачивать такой файл, если получили подобное сообщение. Субтитры создавал DimaTorzok